На территории экотехнопарка продолжаются строительные работы. Еще недавно это была заброшенная неухоженная земля. За столь короткий срок участок превратился в полноценный строительный объект. Безусловно, чтобы воплотить все амбициозные планы компании Skyway, предстоит выполнить еще очень много работы. Но и сейчас уже есть, что продемонстрировать нашим гостям из Австралии. Руководителю компании Roadhook Associates, Руду Хуку и его помощнику-специалисту по маркетингу Марии Вачок. Станция у нас двух уровней, трехэтажная. Потому что это будет часть высокоскоростной, где можно разгоняться. А потом еще 15 километров. Вот построено скоростной. А вот этот – высокоскоростной. Почему высота именно 8 метров? Почему высота 8 метров? Чтобы здесь было безопасное расстояние. Почему высота 8 метров? Потому что проехала машина, человек пришел свободно, животное. Высоту 8 метров можно изменять? Мы можем опуститься до уровня земли, он может идти над землей. Когда трамвай едет, он же над асфальтом едет. Мы можем убрать колеса и ехать как трамвай на такой вот стеклянный асфальт. Господин Хук также поинтересовался, какие виды городского транспорта будут реализованы в экотехнопарке. Вот на этом варианте городской системы, здесь, видите, здесь ферма и два в одном. Подвесной и навесной, по этому виду фермы. А здесь будет легкий рельс. Видите, здесь нет фермы. И типа юнибус, типа микроавтобус. Мы в салоне вчера сидели, сидели с вами. Это вот четырестемешки. Да, да, да. Вот это вот для легкой системы. Анатолий Эдуардович рассказал о конструктивных особенностях и, самое главное, преимуществах струнного транспорта. Потом мы разворачиваем, идем уже, поднимаемся вверх, показываем уклоны, что мы можем большие уклоны брать. Идем пролетом 400 метров и снова спускаемся вниз к станции. И снова разворачиваемся, можем ездить по кубе. И вот эта конструкция позволяет делать пролеты до трех километров. Это использование стальных сплавов, сталь. Если использовать более прочный материал, они есть, даже полимеры, там, кевлар, допустим, в качестве струн, то пролет может быть увеличен до пяти километров. Это предельно уже идет, пролет пять километров. Господина Хука также заинтересовала грузовая система, ведь известный факт, что проблема перевозки грузов в Австралии стоит очень остро. Достаточно вспомнить гигантские автопоезда, курсирующие по континенту. Не самый эффективный и экологичный транспорт. Скорость движения грузового транспорта может быть такой, как у городского? Или может быть, как у высокоскоростного? Грузопромышленная скорость не важна, важен объем перевозок. Руду можно везти и долго, она не портится. Поэтому важна там часовая, суточная производительность, годовая. Чем более высокой скоростью мы везем, тем дороже перевозок. Поэтому Боингами никто руду не возит. Будет очень дорого. Поэтому у нас оптимальная скорость где-то 30 км в час для грузовоза, для перевозки промышленных грузов. Это наиболее эффективная скорость. Но у нас есть скороподчатые грузы, допустим, продукты питания, клубника, виноград, молоко. Потом есть товары, которые надо быстро доставить. Лекарства, почта. Так это будет возиться скоростными пассажистскими, потому что там будет грузовой отсек, а не будет грузопассажистский. О нюансах строительных работ гости узнали уже непосредственно на участке, где возводится фундамент под анкерную опору. Вы вчера видели расчетный час, мы вам показывали, да, как деформируется фора, грунт. Деформация предлога допустимых, там менее 10 мм она сдвинется. И по нагрузке... Нет, она при натяжении немножко сдвинет, чуть-чуть. И стабилизируется. Это допустимая деформация. Да, за счет того, что грунт немножко деформируется и опора немножко деформируется. Основная нагрузка придет вот на этот фундамент. Поэтому, видите, достаточно компактная для этого усилия. Тем более, что у нас здесь будет станция, а на крыше будет сад. Вот трасса пройдет вот туда, где трактор стоит. Здесь, вот видите, роем котлован. Должен быть пожарный водоем. Но мы сделаем озеро здесь. Озеро сделаем. И зарыбим, здесь вот очень хорошая рыба. Через пару лет лет мы тут будем хорошую рыбу кладем. Мы не нарушим ничего, экологию же не нарушим. Очень важно, что под строительство опор требуется небольшой участок. В Австралии земля дорогая. Она находится в частном владении. Это существенно удешевляет проект. Ведь не надо выкупать или платить аренду за огромные территории. У меня все время вопрос возникает. Вот строят тоннели для перехода животных. И вот для животных указателей надо писать, на каком языке. Чтобы переход там на русском, английском, китайском. На каком языке. Идите туда, и там будет через три километра перехода. На каком языке. Нам не надо таких указателей. В конце экскурсии господин Хук поинтересовался у Анатолия Эдуардовича, возможно ли оптимизировать проект струнного транспорта для Австралии. Для каждого адресного проекта это все оптимизировать. Исходя из рельефа местности, климата, расстояния перевозок, грунтов, слабой линии, требуемых скоростей перевозок, грузов. И оптимальное решение мы дадим под этот адресный проект. И для Австралии у нас тоже есть свои варианты оптимизации системы. Забегая вперед, расскажем, что вернувшись в Минск, господин Хук и Анатолий Эдуардович согласовали дорожную карту применения технологии Skyway на территории Австралии и подписали соответствующие документы. А пока гостей ждал настоящий сюрприз. Хлеб, соль и, конечно же, дегустация крепких напитков по старинным белорусским рецептам. Что такое горелка, господин Хук не совсем понял, но Анатолий Эдуардович предложил свое название. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok